Сколько сейчас единиц техники готовы сегодня ночью заморозки, обледенения? 23 единицы. 23 единицы уже сегодня можем выпустить. 163 машины Дор Римстрой также подготовил дополнительно. Гололеду и снегу бои с помощью как специальной техники, так и дворников, которых городские управляющие компании уже обеспечили необходимой одеждой и инвентарем. Тротуары станут убирать по-новому, добавят химии и откажутся от смеси песка и соли. Центральная часть города будет обрабатываться либо соляными растворами жидкостными, либо химическими реагентами, что позволит избежать от излишней грязи, излишнего скопления смета, так называемого, в весенний период. Городской центр по благоустройству тоже в ожидании зимы. Спецмашины готовы, хотя и не переоборудованы. Техника пока еще не переоборудована, но готовность уже стопроцентная. То есть в зимний период будет укомплектовано 10 МТЗ под уборку, 6 бобкетов с навесным оборудованием, это снегороторы, это щетки. В целом готовность к снежной паре 90%. Техника заряжена, но людей нет. В этом году организации столкнулись с проблемой нехватки кадров. Делать город чище никто не идет, хотя и график удобный, и зарплата достойная. У нас остался еще вопрос по набору водителей, по набору механизаторов. Порядка 100 человек сегодня у нас не хватает таких специалистов. Средняя зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в зависимости от выработки. Острым вопросом стал дефицит техники для очистки от снега частного сектора. Уже сейчас ульяновские управляющие компании составляют договоры на привлечение спецмашин, которые есть в крестьянско-фермерских хозяйствах. У нас 6 единиц техники, они отдельно идут по пригороду. Еще раз, еще раз. Сам живу в частном секторе, сам живу в пригородном. Прекрасно знаю, как содержится, исторически содержали в пригородном. Никак. Капризы природы учтут, злободневные вопросы решат, обещают городские управляющие компании и профильные организации. Время на это есть, тем более, что зима в 2020-м обещает быть пунктуальной.